Всем привет дорогие друзья, с вами снова я Даналя и сегодняшнее коротенькое видео будет видео о покупке двух новых хэллоуинских лошадок, так что чистите быстро своих коней, седлайте их и поехали! Итак, все знают, что две новые хэллоуинские лошадки находятся у нас на территории Цитадали Саника без головы, поэтому мы едем сейчас, буквально вот они уже стоят, ой, давайте с призраком поболтаем, а то он не мешает, да-да-да, призрак, я знаю, что нужно будет найти твой осколок, все нормально, дай мне позор, да. Дай мне, пожалуйста, посмотреть на конях спокойно. Извиняюсь заранее, что снова будет слышно мря-мря моей новой кошки, просто кто-то не умеет вовремя молчать. Так, если вы помните, то новой лошади в прошлом году новым был вот этот, первым, кстати, он был первой лошадью хэллоуинской магической, это просто была супер-мега новость, когда он появился. Ну, сейчас его сместили немножечко вбок, а на его месте стоят две вот эти лапочки. Я уже, я, я как только, я как только их увидела, поняла, что я их буду брать. И это не из той серии, что типа, да, я их возьму, но типа, может быть, потом. Это именно те лошади, которые я хочу брать сразу здесь и сейчас. Вы просто посмотрите на них, я обожаю хэллоуин. Я не люблю всех чудовищ, всех монстров, многих люблю. И эти просто волшебны, просто прекрасны. Просто посмотрите, Пипита и Вудиар. Да, мне сложно такие назвать, и опять вечно кто-то мимо меня скачет. Как видите, у меня 4,370 скан на этот момент покупки, и поэтому, разумеется, я их беру. Так, значит, считаем тут описание. Пипита, социальная порода. Вообще там очень сложно что-либо читать, потому что, ребятки, извините, я запись делала молча, а сейчас просто накладываю звук. Но в любом случае, из истории происхождения каждой этой лошади, мифы связанные с ними, вы сможете посмотреть по отдельности. Но так как, в принципе, запись должна быть хорошего качества, вы можете сами почитать, что тут написано, потому что я специально делала это не очень быстро. В общем, очень классно. И посмотрите на сияние ее глазок. Пипита просто превосходная, я прям не могу. Как видите, сила у нее 4, дисциплина 2, скорость 0, ну и все остальное. В принципе, насколько я помню, характеристики похожи у арабов. Нет, или это я ошибаюсь? В общем, я не знаю, я даже не догадываюсь, как я назову эту лошадь. На тот момент, когда я ее покупала, точнее, я не знала, но тем не менее, название пришло довольно-таки быстро, что меня очень порадовало, потому что обычно выбор имени для незаготовленной лошади. Господи, пожалуйста, люди, уйдите из кадра, помогите кто-нибудь. Да, я забыла, что можно камеру поворачивать во время того, как называешь лошадь по имени. И на самом деле, да, я издала этот звук, когда купила лошадь. И сейчас даже могу издать этот звук, потому что это было утро, я должна была молчать. И так что... Покупка лошади, господи, как же это приятно. О, это просто волшебно. И вот это шикарно. Боже мой, боже мой, это просто нечто. Как вы видели по вступлению хэллоуинскому в начале этого видеоролика, это теперь моя основная лошадь, пока либо она мне не надоест, либо пока я ее не прокачаю. Ну, если честно, я сейчас поняла, что опять же, опять в очередной раз, что нет смысла качать магических лошадей, потому что я лично на них никогда не появляюсь на занятиях, выездкой тоже, в принципе, на них не занимаюсь. Поэтому они просто для души. О, ну, в принципе, душа тут просто завораживает. Это Вудиарк. Господи, что ж так сложно мне выговорить название. Здесь сила 4, дисциплина 2, скорость 0, выносливость 0, гибкость 1. Очень классно, что эти две магические лошади не боятся холода. То есть они... И я даже... Ну, раза бы умеют удивлять. То есть я бы не додумалась из фьордов сделать вот это. А значит, у них предостаточно воображения. И они еще будут очень-очень долго нас удивлять. Эту лошадь я тоже не знала, как назову. Но, тем не менее, понемножечко подумав, посмотрев на эту древесно-болотную грибную лошадь... Да, кстати, я вначале не заметила ее текстуру в полной своей красе, потому что я ее увидела, влюбилась, и меня окутал туман восторга. И когда я уже начала давать ей имя, я начала осматриваться, увидела, что у нее растут грибы на теле, мох, что у нее а-ля дупло. Именно не на моське, а на шее, какой-то непонятный мох на крупе, какие-то светящиеся споры на ней растут. Я вначале такая удивилась, но потом поняла, что нет, эту лошадь я все равно беру так и так. Единственное, я вначале не поняла, кто это. То есть мальчик и девочка, но все-таки потом определилась. Опять же, я издала этот радостный писк, как же без него? Скажите мне, пожалуйста, как же без этого радостного писка? Да. Ой, в общем, я очень рада, что вот купила их, я просто в остоге. Я до сих пор... Да, кстати, тут опять же этот чувак сидит из деревушки Санта-Клауса, но на него сейчас нам все равно. Нам нужно ехать смотреть на новых лошадок. Кстати, кто не помнит, магический конь, который стоит Шайр, у меня уже есть в конюшне, так что можете его там найти. Как всегда, в конюшне почти бардак. Я забыла освободить под них стойла и пришлось залезать на пастбище и вытаскивать их оттуда. Да, кстати, когда читаете описание, я запомнила, что Вудиар любит стоять в самом ближнем стойле к душу. И именно там я его и поставила. Как же мне нравится оформление конюшних в Хэллоуин. Фух, ну слава богу, что в этот раз, когда заходишь в конюшню, мимо тебя не пролетает розовый на расслабоне и дрызь. Просто посмотрите на этих милашек. Я не могу, это так классно. Боже мой, Медевил, в который я играла в детстве, дала себе знать. Просто посмотрите на эти прелести. Да, тут сразу я сделала приключение, потому что смотрим, как они выглядят. Каждая лошадка вне дикой местности. Очень милый Фьорд, вот тут классный. Да, и вот этот вот Аполлуза Фьорд, он как будто слепой. Я это не сразу увидела. Однако он как будто слепой. Это очень круто и очень классно. То есть можно сыграть на этом кучу всяких сюжеток, роллок, чтобы конь как бы слепой. Это очень круто. Но вот этот Фьорд, который тыковкой, он классный. Очень. Мне много лошадей, не нравятся, которые как бы, они магические, но в обычной местности они другого цвета. То есть у меня либо магический оттенок не нравится, но при этом нравится обычная масть. И наоборот. Но с этими двумя все было нормально, все пошло как-то. Единственное, что меня раздражает, это вот этот резкий эффект пения девочки в конюшне. Нет, идея классная, но стоит тебе зайти-выйти, зайти-выйти, как это начинает надоедать. Потому что и музыка вот эта вот какая-то нагнетающая, и все становится серым, и эта девочка поет. Для меня это не так страшно. Хотя, когда я зашла в первый раз, я удивилась. Удивилась, но не испугалась. Так что вот я очень рада, что на самом деле купила этих двух милашек-коняшек. Просто в полнейшем восторге. Поддержите это видео, кстати, лайком, если вы тоже купили хотя бы одного из них, или думаете купить. Напоминаю, что насколько я помню, они будут в игрушке аж до 6 ноября. Так что, по сути, времени у нас не так много. И тут я вспомнила, что я забыла купить один хэллоуинский комплект. Потому что прошлой осенью, тут у меня, кстати, пролагало. Скололся, но не важно. Прошлой осенью я забыла его купить, потому что мне было плевать тогда на все костюмы, у которых нету характеристик. Но в этот раз я поняла, что этот костюм я обязана купить, и я его купила целиком. Так что, ребятушки, спасибо вам за просмотр, что были со мной. Ставьте лайки, пишите комментарии, если вам понравилось это видео. И давайте же праздновать все вместе хэллоуин. И поскупать этих волшебных лошадок. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. И водить гулять в хэллоуин по осеннему лесу. С вами была я, Данали, и две моих магических хэллоуинских лошадок. Всем пока, удачи вам, и до встречи в следующих видео. И с предстоящим вас хэллоуином. Субтитры подогнал «Симон»!